Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья об улучшении качества жизни. Сегодня поговорим о таком понятии, как карма, то есть то, что является причинно-следственными взаимосвязями. Мы это видим так, как что-то было сделано, а потом, через какое-то время, как в обратную сторону, мы получаем ответ. И это называют кармой. То есть, например, часто ее использовать в плане того, что сделал хорошее, получил еще больше хорошего, сделал плохое, получил больше плохого. Опять же, конечно, хорошее и плохое – это все суждение ума. То есть, в какой ситуации это может быть хорошим, а в какой – плохим. Соответственно, все зависит от ситуации. То есть, в одной ситуации одно и то же действие может быть и хорошим, и плохим. То есть, в зависимости от ситуации. Поэтому важно понимать все обстоятельства, все последствия. И когда делаешь действительное действие, важно прислушаться к себе и понять, действительно ли вот ты, твое яд, совесть подсказывает тебе, нужно ли это сделать или нет. То есть, принимать решения из своего внутреннего согласия, своего внутреннего авторитета. И второй, конечно же, важный момент – это смотреть, как это будет воздействовать на тебя, на твою семью, на коллектив, на нацию, человечество в целом. То есть, на тех людей, которые и, может быть, и не люди тоже, но которые тоже живые существа, на животных, растениях, пространство. Конечно же, на взаимодействие с высшим я, с создателем. И все это дает ответ на вопрос, будет ли это действие корректным, правильным. И когда вот так прислушиваешься к себе, то карма, она, получается, идет как по, как можно сказать, по естественному пути. Потому что нет такого, что вот думаешь, сделать это или нет. Оно как естественно и происходит само собой. То есть, можно сказать, что карма и не образуется, потому что идет состояние потока, состояние естественности. И когда находишься в хорошем, гармоничном состоянии, вот как раз и происходит это состояние естественности, состояние потока, гармонии, радости и счастья. И вы можете это сами пронаблюдать. Потому что я вот, например, занимаюсь процессингом счастья уже практически 20 лет. Четко осознаю, что когда нахожусь в хорошем состоянии, то естественные действия происходят сами собой. То есть, вот как оно идет, так и идет. И только лишь когда состояние каким-то образом ухудшается, тогда наступает такое понимание, нужно ли это делать или нет. И вот тут уже возникает такая проблема, ситуация, когда или туда, или сюда, не знаешь, как правильно, так или иначе. И получается, что тогда происходит растерянность, бывает часто начинаешь вообще бездействовать. Или действовать в торопя, чтобы какое-то решение принять. Поэтому, чтобы не создавать вот этой вот, как говорится, негативной кармы или негативных ситуаций, важно быть осознанным в хорошем состоянии и действовать открыто из своего собственного авторитета. Точно. И тогда получается, что действия происходят естественные, гармоничные. И они происходят во благо и для себя, и для всех других. И получается, что карма не создается, то есть нет желания и нет необходимости получать что-то в ответ. Есть осознание того, что эти действия являются правильными, корректными, и, соответственно, они помогают в улучшении состояния. Поэтому, друзья, предлагаю вам быть осознанными и приглашаю в Академию Счастья. Кому интересно, пишите мне. Можно получить бесплатную консультацию по исправлению кармы и улучшению своего состояния. Пишите в комментариях, личные сообщения, мои контакты есть под этим видео. Конечно же, подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями. И буду рад общению с вами. Всего доброго. До встречи в следующем видео.